Очень хорошо работать в этой технике, чтобы увеличить свой доход, позволить себе материальное изобилие. Потому что, в общем-то, каждый человек достойный этого в этом мире. И когда мы снимаем запреты, когда мы открываем истинные причины, что блокирует получение того дохода, который может человек иметь. А, например, это можно сделать, занимаясь любимым делом, а не просто ходить на какую-то тяжелую работу, то это получается действительно. Людям удается найти новую работу, найти работу, которая им нравится, заняться каким-то своим любимым делом, быть может быть, даже открыть собственный бизнес. Может быть, вы из практики видели, какие группы вопросов быстрее всего дают результаты? Что быстрее всего разруливается? Быстрее всего? Ну, вот семейные отношения, улучшение семейных отношений. Потом вопросы по физическому здоровью. Мы, конечно, не врачи, и мы не ставим диагнозов, но мы ищем больше причину в сознании, психосоматическую причину, которая поддерживает эту болезнь. И находим выгоды, почему человеку, как ни странно это звучит, поддерживать эту болезнь в себе, в своем теле. Затем, многим женщинам и мужчинам тоже удается обрести уверенность в себе. Они начинают верить в свои силы. Они позволяют себе заявлять о своих желаниях. Они приобретают силы для того, чтобы их исполнять эти желания. И вообще, в общем-то, увеличивается жизненная энергия. Как сказал один из учеников в группе, я начал дышать полной грудью. Мне нравится смотреть на этот мир. Это уже много следов. Очень люблю учиться. Я всегда готова изучить что-то новое. Что касается тета-хиллинга, это, конечно, великолепная техника, дающая очень хорошие результаты, приводящая людей к осознанности, что самое главное. Но тут есть один маленький нюанс. Тут мало уделяется внимания работе с телом. А наше физическое тело, оно в себе тоже несет и блоки, и убеждения. И обязательно надо работать с ним. Поэтому я использую еще при работе с клиентом энергетические практики, экстрасенсорные. И, кроме того, я всегда даю клиенту какие-то свои рекомендации, чем ему заниматься, когда он уйдет от меня. И практически всегда там звучит пожелание увеличить физическую активность, заняться приемлемым для себя видом спорта, танцами, какими-то, может быть, прогулками, но любым движением. Обязательно заниматься физическим телом. И обязательно работать самостоятельно, используя те навыки, которые он приобрел даже во время сессии со мной. Я обязательно даю упражнения, которые человек может выполнять сам. А добавлять сюда можно, я уже говорила, все что угодно. Я считаю, что это нужно и полезно. И мое мнение, что ни про одну из практик я не могу сказать плохо. Я не хочу ничего критиковать, у меня нет такого желания. Потому что я считаю, что их можно очень органично подружить. И использовать во благо всем нам. Спасибо. Какие Ваши жизненные правила? Чем вы говорите про это? Возможно, какой-то один девиз. Либо несколько, которым Вы следуете всегда. Интересный вопрос. Я о правилах не думала. У меня всегда всё идёт как-то так, как я чувствую. Я живу исключительно на чувствах. Что мне подсказывает моя интуиция? Ну, правило какое? Даже не знаю, сейчас попробую что-то подумать. Какое правило. Ну, во-первых, это любить себя. Пусть это банально звучит, но далеко не все умеют это делать. Когда я стала работать в тата-хилинге, я поняла, как важно уметь слышать людей. Уметь слушать. Не вставлять своё мнение, а просто выслушать человека. И иногда мы лечим даже тем, что выслушиваем. Это очень важно. То есть войти и понять мировоззрение этого клиента. Не клиента, а человека. Это очень важно. И тата-хилинг очень хорошо это мочит. Какое моё ещё правило? Ну, во-первых, я очень люблю отдавать те знания и опыт, которые я накопила. В жизни у меня всегда так получается, что я сначала пробую, проживаю это на себе, потом всё это постигаю в теории, усиливаю практику. И мне очень нравится этим делиться. Я очень люблю изучать всё новое. Я люблю бывать в новых местах, встречаться с новыми людьми. И всё, что я узнала, я очень люблю это давать, дарить, делиться этими с людьми. Как угодно можно назвать. Ну, приходят клиенты, редко с вопросами именно здоровья. Приходят в основном клиенты, которые хотят что-то изменить в своём мировосприятии. Те же деньги, отношения, работа, отношения родителей с детьми. Отношения взрослых детей со своими родителями. Что запоминающееся такое, и что часто встречается, и меня очень радует. Люди начинают понимать своих родителей. Начинают устанавливать с ними доверительные, тёплые отношения. Прощают родителей за какие-то обиды давние. И понимают, что это и была любовь. И есть эта любовь между детьми и родителями. И понимают, что, возможно, были несоответствия ожиданий той любви. Но сейчас они это принимают. И мне очень приятно слышать от людей, когда они говорят, мы наконец-то с родителями поговорили доверительно, наравно. И это очень приятно. Что ещё вспомнить? А, решаются какие-то деловые вопросы. Например, продаётся недвижимость, которая зависла и не продавалась, а человек хочет продать. Продаются машины, земельные участки. Судебные заседания какие-то разруливаются благоприятным образом. Что тоже очень важно. Ну, в общем-то, у меня вот круг работы примерно такой. Приходят ко мне клиенты такие. Но попутно, решая вот эти все вопросы, вдруг кто-то говорит, а у меня перестала болеть спина, а у меня там ушли боли из какой-то части тела. Те, которые мучили меня несколько лет. Это как-то происходит попутно. Видимо, эти блоки взаимосвязаны. И вот такой побочный эффект положительный. Здорово. А может, есть ещё что-то, что я не спросила? Вот ещё хотите рассказать. Ну, что бы я хотела сказать, что вот этой практикой, этот хилинг, я бы рекомендовала заниматься ею широким, широкому кругу людей. И я уже говорила раньше, что если один человек в семье владеет этим, то это здорово. В семье улучшаются отношения, семья становится более крепкой, сплочённой. Взаимопонимание между поколениями растёт. И, в общем-то, люди живут более счастливо, более наполненно. Они не отождествляются со своими какими-то сложными вопросами, а решают их более легко. Объясняет даже не то, что словами. Может быть, вполне возможно, то, что я женщина, но я, как ощущение всех этих знаний, я бы сказала, что на уровне души знания передаются. Настолько ровно, настолько плавно, гармонично, что абсолютно никаких усилий для понимания и я не вкладываю абсолютно все легко. Дима, а что ты можешь сказать? Что я могу сказать? Практикум очень интересный. Очень много информации не теоретической, практической. И Анжелика очень ей благодарен, что она, по сути, ты находишься в процессе, она рассказывает много именно практических каких-то вещей, которые встречались в её практике. и ещё чего. И на самом деле вот эти нюансы, они имеют огромное значение, потому что я думаю, что теория от практики в цитохиллинге может отличаться достаточно сильно, и все люди разные. То есть когда в теории рассказывается только ну как-то с одной стороны, наверное, вся информация со стороны практика, то вот на этом курсе уже услышишь и увидишь именно со стороны людей, которые приходят на сеансы, и что случается с людьми, и как на это реагировать, это очень важно, потому что люди и их психика, они все очень сильно отличаются, и реакция может быть совершенно разная. Поэтому ты в первую очередь должен не только там тета-практиком быть, а в первую очередь человеком, и в первую очередь, наверное, думать, как ты будешь поступать как человек. Для этого нужно развиваться не только в тета-хиллинге, но и в разных других областях психологии, то есть там энергетики, быть разносторонне развитым, как Анжелика, которая, насколько мы сегодня знали, и работала и в банке, и экономист, и психолог, и применяет это все еще в эзотерических вещах, таким вот образом. Я очень ей благодарен, очень приятный человек, столько, ну, как сказать, вот я был на курсах тета-хиллинга Натальи Павловой и был на тренинге, да, тут по тета-хиллингу у Татьяны Иритновой. Так вот, наверное, это такое объединение, вот отношение к людям, наверное, Павловой и объединение огромнейшего опыта и знаний Иритновой. Вот у меня такое впечатление. вот эта доброта и любовь, которые прямо излучает человек. И вся мощь осознанности, как у Татьяны Иритновой, все вот это объединено в один такой, или я точно не знаю, в одном, в одном, два в одном. Я, вот, вот мои впечатления. эта... Эээээээээ...